Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Добрый день. Извините, я не смог вам позвонить, как пообещал. Немножко дела были. Только освободился. У нас всё записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Да нет, нам нечего скрывать. Зачем? Всё, правильно. Я слушаю вас. Говорите, назовитесь, кто вы, откуда. Я с Краснодарского края, город Краснодар. Ничего не замыкает. Я говорю, с Краснодарского края. А, Краснодарский край. Это наши соседи. Не, не, Краснодарский край. А, Краснодарский. Понятно. Да, да, да. Я слушаю вас. Говорите. Ну, ладно, мы так не нашёл. Что-то плохо слышно. А как вы на нас вышли? Я в Ютубе канале вас смотрю постоянно. Ладно. Кто вы будете? Расскажите немного себе. Меня Артур зовут. Так. Вот хотел бы узнать, как вы относитесь к баптистам? Баптистов я знаю. Из тех, какие есть для нас, они христиане, но они не церковь. Хорошие люди. Я у них получил Библию в 62-м году. Они там с 50-тиками тогда соединили, их вместе были. Баптисты. Но они не церковь. Вот вся беда-то в чём? А без церкви нет спасения. Ну, я вот тоже от них получил Библию. То есть у меня одноклассник, хороший друг, знакомый. И вот я хожу к ним, как бы, ну, я вообще православный, ну, крещён в православной церкви. Ну, мне вот интересно, я вот посещаю их, мне вот очень интересно. И вот многие говорят, сектантами их обзывают. Ну, я бы не сказал так, вот как бы у них там, как бы нравится у них всё. Вот они молодцы, как бы то, что они вот так любят Христа. Но слово-то секта означает слово отсечения. Христос говорит об этом. 15 глава Евангелия от Иоанна. Всякая ветвь, не приносящая плода, отсекается и засыхает. Самое-то главное. Они хорошие, всё. Но есть такой фильм, сбежавший из ада. Он когда стал говорить, а он побывал в аду, он говорит, а там много хороших. Хороших. Они не в церкви. А Христос иначе, зачем бы церковь-то основывать? Баптисты от церкви не любят говорить. А где двое или трое собрались, там Христос. Такого, во-первых, не написано нигде. Это обман. А во-второе, вне церкви нет спасения. А церковь там есть законно рукоположенный епископат. Зачем бы иначе 12 апостолов избирал Христос? Сказал, я умираю за грехи ваши, идите, проповедуйте. Нет, именно избрал. И вот читаем мы Титул послания, Павел пишет 1.5. Я оставил тебя довершить недоконченное, рукоположить. Восьмая глава Деяния апостолов говорит, что без этого рукоположения Духа Святого человек не имеет. Он думает, уверовал, все, ну, есть большая разница. Есть проповедь, есть благовестие, есть миссионерство. А чем, говорит, отличается? Ну, я знаю, что самый хороший проповедник за последние тысячи лет был Адольф Алоизович Гитлер. Самый хороший был проповедник. Но он проповедовал нацизм. Неплохо проповедовал Керенский. А благовестники, о, благовестие, это другое дело. Это те, которые проповедуют благую весть о Христе, что он умер за наши грехи, и что мы омыты кровью его причистой. И веруя в него, мы имеем жизнь вечную. Это благовестие, благая весть. А миссионерство здесь уже не касается человека. Это труд Духа Святого. Дух Святой побуждает пойти, укажет где и что сказать и каков будет результат. Миссионеров сегодня практически трудно найти. Люди даже не понимают, а что это такое, а какая разница. миссия это дело Божие. Вот есть книга Деяния апостолов, а Иоанн Златоуст говорит, ее вернее было назвать Деяние Духа Святого. Человека обратить невозможно, пока Господь не коснется его сердца. Речь вот о сердце. Вот сейчас православная церковь нас создавали почти в каждой епархии миссионерские отделы. Самое злобное, самое непримиримое, самое тупое, все там. Они не знают, они думают, что... А вот подскажите, что вот у нас недавно ребенок родился, мы вот думаем крестить, хотим крестить, но у нас тут такое, что я не знаю, у нас тут нету, наверное, я не знаю, ни одной церкви, где бы покрестили, то есть везде просят деньги. Ну да, это нельзя давать. Для крещения нужно три пункта. Первое, чтобы человек уверовал, это о взрослых идет, а дети, крестился дома и весь. Второе, крестить с полным, троекратным погружением руками священника, и третье, это должно быть бесплатно, иначе это грех симонии. А у нас этого нету, и вот мы не знаем, как теперь быть. Ну как быть, к нам приезжайте, покрестите бесплатно, прямо в озере. У нас баптисты, вот приехали, вся семья, но они от них отошли уже. Муж, жена, дети. У нас сколько... Вам бы, я бы с удовольствием приехал, просто далеко очень. Ну понятно, далеко. У нас приезжали с Германией, с Францией, с Канадой, но это не ближе же. Вы о нашем путешествии миссионерском знаете, где мы были? Слава. А, да, Лиссабон, Прибалтика, я все это слышал, все в Ютубе, я каждый день ваши видео смотрю. Ну вот, видите как, если речь касается о спасении, надо искать где-то. Я раньше давал адрес в Москве, наш знакомый там игумен есть, может было, но сейчас, не знаю, и видно, Попы его сильно давят, и он попросил пока не говорить. Вы в Москве-то бываете? Нет, ни разу не было. А, ни разу, ну тогда совсем отпадает. А вот бывает, люди едут на Афон, там крестят сразу, которые мочуны, православные, из России едут, они их считают совершенно некрещеными, и правильно делают. Крещение означает погружение. Да, я согласен. Я вот, вот что мне нравится у Баптиста, то, что они крестят по праве. Да они неправильно крестят. Они, когда крестят, опрокидывают на спину в воде. Вы видели? Да, видел. Но это же не крещение во Христа. Мы считаем 6 глава, 4 стих. Апостол Павел говорит, крестить, смерть, смерть, а не в положение во гроб. Христос умер стоя на кресте. Просто я когда смотрел фильм, я не знаю, вы, наверное, может быть, не смотрите такие фильмы. Вот был фильм, называется «Жизнь Иисуса Христа». Есть, я его смотрел много раз по Евангелию от Луки. И вот там я увидел, как Иисуса тоже крестили, когда принимал Иисус крещение. Ну, видите, кино они могут показать. Католики показывают, там из черепушки льет воду, из чайника. Ну, не так же было-то. Христос, говорит, где крестил? Близь Енона, где было много воды. Зачем воду-то? Взял бы ладошкой да по голове погладил. Как сейчас у православных во многих местах и делает. А у нас вот в общинах... Да, вот так вот. У нас все крещенные с полным погружением. Все до одного. Ну, у нас... А вот, наверное, разница тоже есть. Но я вот, например, вот посещаю, прихожу, мне интересно, я отделенный бактистом. Да, я знаю их. С 62-го года я им помогал материалы даже разносить. А есть также у нас и регистрированные, но там немножко у них по-другому. Ну, те больше с миром связанные. Я очень хорошо знаю тех и других. Я проповедовал у тех и других с кафедры. Поэтому, как бы, конечно, да, сейчас в церквях много неправильно делают. Хотелось бы правильно покреститься, правильно... Ну, надо искать. Говорит, стучащим отворят, ищущий находит. Тут далеко, где-то там поблизости найдете. надо везде спрашивать. Я вот всегда как бы в Бога верил всегда, с детства, но вот прям сильно вот я почему-то Библию стал читать вот я вот в 26 лет. Вот мне сейчас 26 лет, и я вот прям сильно стал изучать. То есть мне очень интересно стало как бы... А так верил всегда, ну, как говорят, верил умом, но не сердцем. Ну, да. А сейчас вот прям я и читать стал, то есть мне очень интересно все это знать, читаю Евангелие, то есть, ну, Псалтирь сейчас. Видите, как будто бы, если так рассуждать, то баптисты более оживленные и более грамотные даже, а на самом деле этого нету. Вот приехал к нам в деревню один из баптистов, а его мать у нас прихожанка православная. Я вот спрашиваю, как оказалось четыре Евангелия, когда их было двадцать? Он не знает. Ну, а кто сказал, что послание апостола Павла, они действительно его? Как проверить? Он не знает. Я говорю, а кто перевел на русский язык, вот у нас Библия, он тоже не знает. Я говорю, так это все православные делали-то, православные. Канон библейский составили, сохранили Писание, какие книги входят, в состав, в оглавление Библии. Кто переводил? Все до одного православные. Вы готовые берете и начинаете еще там, а вот там идолопоклонники у них. Я говорю, ты идола от иконы отличить-то не можешь. Тебя научили только плевать. А в Библии не позволяет плевать. Плевок к тебе возвратится. Как же Христос пришел в храм, и весь храм был в иконах. Библия говорит об этом. А где написано? Ну, я тебе покажу, говорю, записывай. И не просто, а от пола до потолка, внутри, снаружи были изображения. Изображение – это икон. Греческое слово. Икона. А Господь говорит, дом мой, дома молитвы наречется. Он же не сказал капище, а дом мой. Он признал иконы. А иначе, как бы он назвал, то это капище. А где идолы, то это капище называется. А это храм. Ну, не знает ничего. А которые знают, принимают крещение. Вы знаете, сколько у нас тут из баптистов пришли, и стали священниками, потом даже. Мне вас интересно всегда смотреть. Я в Ютубе вот каждый день почти вас смотрю. Мне интересно. Мы с женой смотрим. Жена у меня тоже начала читать Библию. Да. Помните одно, что церковь имеет епископат, священство, которое может отпускать грехи. Об этом мы считаем в 20 главе Евангелия Тиана. Господь дунул и говорит, примите Духа Святого. Кому простите, проститься. На ком оставите, останутся. У баптистов власти ни у кого нету. Она им не дана. Они возникли уже после, как Христос церковь основал, спустя 17 столетий. Ну, еще. Через 1700 лет заново Христос приходил на землю, а он говорит, я во все дни до скончания века с вами. Как баптисты верят. Я говорю, скажите, кто во втором веке верил, как вы? Кто в третьем веке? Назовите. Ни одного нету. А почему? Да потому что вас не было. Господь не сказал, что если в церкви будут недостатки, то по-новому церковь образовывать буду. Нигде этого нет. У тебя даже в квартире, если будет там трещина или что-то, течь вода сверху, тебе никто не будет сочувствовать, если ты будешь, а я хочу новую. Ну, замажь, покрой и дальше плыви. У меня тут заходил американец, он тут в Алтайском крае поместился один, Волкер его, фамилия Джастас, это Юст. Он говорит, у нас в Америке примерно, говорит, 20 тысяч разных названий называют динаминацией конфессии. Я говорю, таких слов нету. Под словом динаминация конфессии дьявол скрыл слово ересь. 20 тысяч держат Библию, все друг друга не признают, все по-разному. Как это так? А потому что вольнодумство это смерть. Послушания нет, смирения нет, и спрашивать нечего. А мне так вот, если бы где-то спросили, а как веришь-то там, кто баптист, я баптистом никогда бы не назвался. Такое что-то топорно-угловатое за этим. Даже название православное и в церкви молятся святая православная церковь. Они никак не могут, они никогда не скажут, что святая баптистская церковь. Они на обмане взросшены. А в церкви в каждом богослужении помяни Господи святую православную церковь. Она православная, а патриарх не такой, да мне еще за ним смотреть, патриархом. Мне бы со своим разобраться. Он за себя ответит. А его Бог поставил, значит, молись, люди ничего не понимают. А вы что, Путина поддерживаете? Я говорю, да он сам ходит, он не брежнев, его поддерживать не надо. Он даже играет, он смотришь, на льду играет, шайбу гоняет. Мы молимся за него, нам повеление, молиться за сорей, за начальствующих. Не лебезить перед ними, ну и не проклинать, а написано благословляй. Надо Библию считать. Гонящих вас, как правильно там написано, проклинающих вас. Да. А мы были в Красноярском крае, в вашей национальной библиотеке, мои книги все есть, 38 книг. Я передал в дар. Мы посетили 650 городов и сел районных. Я вот недавно смотрел, вчера смотрел видео в Ютубе, в чатрулитке, как вы с мусульманином разговаривали. То есть там при конце, конечно, да, он прям, я смотрю, взбесился, так как вы сказали, что у нас мусульманин принял прещение, то есть, но взбесился, конечно, не очень, то есть, это значит, был не мусульманин, то есть... Они бесноваты в этом случае-то. Я мусульманин, они еще не знают, только я говорю, что головы резать. Такое ощущение, как будто бес не усилился, он сначала вроде бы так, когда вы сказали, что мусульманин принял прещение, он прям, конечно, чуть с ума там не сошел. Так я говорю, какой чин? И что, священник вычитывает ему, какие слова, он не может слушать. Я говорю, ну ты выслушай, что так-то трогают-то? Вот, допустим, я разговаривал с еврейкой, а она у нас ходила, молилась здесь, в нашей общине. Ну, на евреев-то как-то люди смотрят-то, а мы-то знаем, надо благословлять Авраамова семя-то. Она говорит, я шла сейчас на остановке, лежит мужик пьяный, из-под него лужа течет. Вы думаете, какой национальности? Я говорю, какой угодно, но только не еврей. Еврея не будет там лежать. Она говорит, правильно. У нас, говорит, за две тысячи лет ни одного неграмотного не было. Они работают. Да, а все, а все осуждают евреев, называют плохими словами евреев, евреев. Нельзя, нельзя. Будь благословенным. Благословляющих я благословлю, Господь говорит. Да. К вам бы хотели, конечно, я бы хотел, а чтобы к вам попасть, что нужно? Для этого нужно, желание большое нужно. Как у вас, до Москвы, у нас оттуда летят, когда люди, ну, представь себе, из Канады, а у них пересадка в Париже, потом вторая пересадка в Москве, а с Москвы уже самолет прямо в Барнаул летит. Ну, а тут-то мы даем телефон, они заранее звонят, их встречают, и от Барнаула 150 километров к нам привозят. Конечно, платить надо за это и таксисту. А у вас, Новосибирск, от вас далеко? Просто у меня брат Новосибирский живет. У меня Новосибирск, то есть севернее нас. Ну, 250, наверное, километров. Примерно. А, ну, это недалеко. Да. Ну, если я к брату соберусь приехать в гости, я обязательно оттуда бы к вам приехал. Конечно. Хотел бы встретить вас. Вот знать, какой поезд здесь есть, поездом можно. А можно до Барнаула и тут уже пересесть на Алтайский. А надо договориться, какой, что. Я не езжу, батюшка. я себе брату поеду, я вам написал бы, я бы хотел бы с вами пообщаться, хотел бы посмотреть. Так, а брат-то верующий? Ну, как сказать, верующий. Все крестили, младенцами всех крестили. Ну, верующие, ну, не знаю. В церковь, наверное, ходят иногда, как говорят. А у нас из Новосибирска семья приезжала, баптисты крестились из Новосибирска. Он крестился, ребятишки и мать, а жена нет. А жена осталась, и теперь вроде бы желал, он хотел переехать, батюшка нет, говорит, пока вы вместе все не будете, как, что ты будешь делать-то? Она будет тебе мешать под руками-то? А вот, как в Евангелии написано, то есть, верующим, верующим муж, если верующий муж, то жена освящается верующим мужем, правильно? Да, Словом Божьим освящается. То есть, и так же жена освящается. Да, это седьмая глава, первая Коринфянам, 14 стих. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. А говорит, почему святы? Почему святы? А потому отвечает, что одна сторона, которая верующая, она крестила детей, дети святы. А так рождаются во грехах. Псалом, 50-й, седьмой стих. В беззаконии, и защиты в грехе родила меня мать моя. Да, а вот еще подскажите, вот, хотел узнать, потому что у меня много бывает, иногда вопросов задают насчет того, а почему ты не бреешься? Я говорю, христиане не должны бриться. И у меня задают, ну, почему, говорит, ну, ну, скажи, я себя не творил. Да, я себя не творил, в первую очередь. Скажи, у меня есть творец. Сразу вы говорите, что если бриться, то есть, если жена говорит, если жене не нравится, значит, тут человек под каблучник. Я ваши слова вспоминаю. Это знак твоей власти, ты мужчина. В доме две мамы, зачем? Я говорю, вот, баптисты у нас есть, которые, ну, безбородые. Я говорю, скажите, Христос носил бороду? Конечно. А пророки все до одного. А апостолы все до одного. Да вы-то еще сто лет назад, баптисты, все были с бородами. Вот сидит Ульянов, Владимир Ильич Ленин. Их семь человек, а ему 30 лет. Его соратники. Союз борьбы за освобождение рабочего класса. Все до одного с бородами. Давно ли это было-то? Это по стихии мира. Он говорит, не красиво. А? Говорят, вот, некрасиво, вот. Я говорю, нет, некрасиво, когда ты как женщина за собой ухаживаешь, бровься. Вот это некрасиво, говорю. А ты бреешься, скажи, да. Как яйцо. Бог так создал человека. Вот приходит время, человек мужает. Вот у меня книга есть одна «К истинному православию». Если вы сейчас желаете, я вам могу скинуть материал о бродобритии. Все доказательства. Эта книга, ну, а вы там найдете, когда я вам скину, а там оглавление идет в книге, то я оглавление скину. И вы увидите, все. О крещении, ну, разные-разные вопросы. О покаянии, о Библии, о толковании, о семье. Как только закончим говорить, не уходите. Я вам сразу скину материал. Это книга моя, я ее 40 лет писал, эту книгу, собирал материал. А вот подскажите еще, вот в Евангелии написано «Не поклоняться изображениям, не делая себе кумира». Это, ну, это о чем говорится? А это говорится об идолах. Идолы. Это 20 глава книга «Исход». Баптисты только это и знают. Я говорю, а почему до 25-й не считаете? А в 25-й, говорится, сделай изображение. Да что, Бог забыл, что в 20-й главе сказал? Не делай идолов, но сделай иконы. Это образ небесный. Как на небе? Ангелы там есть? Есть. Вот ангелы изображаются. Теперь люди идут ко Христу. Ныне же будешь со мной в раю, разбойник услышал. Ныне иконы. У нас все по-небесному. А я говорю, у вас как скреп могильный, ничего нету. Не делай изображения. А вот скажите, а вот скажите, ничего же нету в этом плохого? Если я, например, ну я маленьким совсем был, когда меня покрестили. Я даже не знаю, если честно, уже давным-давно не видел своих, свою крестную, своего крестного там, то есть они меня покрестили, я даже и не помню их. Ну, скажите, вот я не знаю, плохого нету, греха я никакого не делаю, что я вот, ну хожу, вот, например, дом молитвы к баптистам посещаю. Ну, надо разобрать цель, зачем вы туда ходите? Если вы зашли один раз, послушали, как проповедуют, и сравнить правильно нет, тогда понятно. Но если ты уже туда, тебя тянет, там в церковь не ходишь, благословения не имеешь, тогда вопрос другой уже. Ты уже как отсутствие. Просто я не хожу, я хочу ходить в церковь, но честно, такие, как у нас священники, ну, я не знаю, просто даже не хочется к ним приходить. Это понимаете, как они живут просто. Ну, это вы настроите так на себя. Вот мне даже неохота живить и жить в России, другой уезжает, меняет государство. Вот я не хочу с такой женой жить, тоже развелся. Этому конца не будет. Слово «хочу» и «надо» это два разных слова. Войну было так, что слова «хочу» не было. Даже маленькая девочка вспоминает, ей было уже 9 лет, мы работали на полях, я сам работал. Маленькие нас уводили там, мне 6 лет, а я уже на поле. По рукам кровь течет, колючие растения, рукавишек нету. Надо, надо. И так и здесь. Господь так установил. Ты ходишь туда, но ты знаешь, что это еретики. Еретики. Они вне церкви. Это говорит Деяние апостола, 2 глава 47 стих. Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. А не спасаемый, а прилагал к церкви. А зачем? Раз прилагал, значит, надо прилагать к церкви. А где ты церковь? У сектантов нет церкви. У них нет эпископата. Связи с апостольской церковью намертво нету. Я вот говорил как-то. Вот у нас еще в церкви, ой, в городе есть свидетели Игова были, ну и сейчас запретили, то есть. Ну, с ними вообще я, как бы, они вообще не признают, что Христос был распят на кресте. Много чего не признают, в общем, с ними вообще там отдельная история. Ну да, вы знаете, что вот есть, у баптистов такое тысячелетнее царство на земле будет. Одни праведники будут, а грешники будут умерщлены, умрут. Они откуда это берут? Когда Господь говорит, кончина века, жатва, оставьте расти плевел и пшеницы до жатвы. Плевелы – это грешники, а пшеницы – это праведная. Господь говорит, оставьте расти, они делают за тысячу лет пшеницу рвут. А Господь говорит, сначала уберите плевелы, свяжите в связке и сожгите огнем, ангелам, говорит. Это на суде Божьем будет. У баптистов много грубейших искажений. Самое главное, что они не церковь. А это уже все. Я как-то сказал, если бы у баптистов был епископат, священство, я был бы баптистом. Хотя они называют свой дом молитвой в церкви. Ну, дом молитвы, да. Мы-то собрались... Они называют нас, ну, как бы всех собравшись, а мы его церковь Божия. Есть дом молитвенный, а есть дом молитвы. Это два разных слова. Дом молитвы один на всей земле был, а молитвенных домов тысячи было. У них нет соображения никакого, потому что святых отцов подтвергли, толкования нет, а теперь, как понимаешь, ты, Таня, как ты, Маня. Сколько голов, столько умов. Да. Вы, может, редко... А вот скажите еще... Ну, ну, говорите. Вот мне нравилось... Я вот смотрел в Ютубе, мне нравился такой священник вот тоже этот Евгений... Ой... Евгений Головин, по-моему, если не ошибаюсь. Нет, Владимир, Владимир. Владимир, Владимир, извиняюсь, да. А вот я просто немножко не могу понять, что-то в последнее время так происходит, вот лишили саны его, вот я немножко просто не понимаю, что это, это с чем связано? С завистью. С завистью. А вы скажите, вот было 12 братьев, а эти братья продали одного в Египет. За что они с ним так сделали? Я говорю про Иосифа. Из-за зависти, наверное, тоже? Катат, не может быть, а там написано, и братья предали его из зависти. Об этом говорится не где-то, а в Деянии апостолов. Стефан говорит, и предали его из зависти. Вот Христа распяли иудеи, почему евреи его распяли? Какая причина? Из зависти. Пилат говорит, Пилат знал, говорит, что вы предали его из зависти, а они не знали. Языческий правитель знал, а они не знали. Потому что в этом стыдно признаться. Вот у меня врагов море, сколько против меня воюет, и ролики составляют сотни роликов. А это ничего не дает им. Они были такие, остаются врагами. Мы делаем свое дело, приходят люди, живем в простоте, в скромности, а они себя показать не могут. То под другим именем, Ник, Аватар, разную пакость. Ну и что он говорит? Это Господь говорит, радуйтесь и веселитесь, когда вас будут гнать, и пронесут, как имя ваше неугодно сыну человеческому. Велика ваша награда на небесах. То есть пострадать за Христа возможно только в этой жизни, вечности этого не будет. Они не понимают, что гонимым, оклеветанным они притут венок награды. Да, написано так же, я читал, написано, что гонимы будете за имя мое. Да. Какие? Вот вас, если крещение, вы если будете принимать крещение полное в православии, то вас имя Артура и Артур придется заменить. Ну, в документах вы останетесь Артуром, а другое имя, какое-то, ну, хотя бы первые две буквы, Аристарх есть. Аристарх, это друг апостола Павла. Вы тоже об этом думаете? Если дойдется, чтобы вам не выбирать. Я даже не помню, когда меня крестили, я даже не помню, как меня назвали. А откуда Артур взялся? Как меня назвали? Ну да, кто вас так назвал, Артуром? Ну, мать, отец. Ну, а как же можно называть, если крещен был? Имя-то дается в крещении, и ты причащаться будешь под именем, по которым крещен. Если подойдешь, скажешь, Артур, священник не будет, скажет, ты не хрест, не крещеный. А ты смотри на священников и скажи, я недостойный, а для меня эти священники слишком даже хороши. Они терпят такое поношение в этом мире, равнять по одному, если вы знаете, а то, как правило, даже одного не знают, что он не так делает, а просто хор, составленный против священства, ну и он там подпевает. За собой надо смотреть. А я бы где... А если меня уже крестили, то есть я... Вот как написано? Одна вера, одно крещение. Если оно было у вас, тогда нельзя креститься. Но вы не знаете, вас погружали полностью или не погружали. А вот я вот не знаю. Ну а раз не знаешь, это 6-й Вселенский собор, правило 84-е, что если ты не знаешь, немало не сомневаясь, прими крещение. Церковь озаботилась, дала каноны нам. 6-й Вселенский собор, 84-е правило. Я сейчас вам скину материалы, а вы там увидите о крещении. Когда зайдете, я обрадобритий дам, обраде. А вы зайдете, увидите, и каждый заголовок нажимаете, и у вас будут все темы открываться. У вас, наверное, в Ютубе видео есть, как крестили вы. Там же можно посмотреть. Много, конечно, можете. А вы зарядите в Ютубе у нас, на наш канал зайдите, и поисковик там есть. И скажите, крещение. А я подписан. Вот. Крещение. И вы увидите, как у нас священник входит в озеро, в воду, и как к нему подходят, как баптистов крестили. Угу. Хорошо, я обязательно приеду домой, посмотрю. Вот так. Ну, и еще вопросы есть какие, нет? Да пока нет. Спасибо вам. Все, я отхожу. Тут уже, пока разговаривали, у меня тут стучатся. Кто-то пришел еще. Вам когда-нибудь... Вам же можно позвонить, будет, да? Только заранее, если что вам написать. Я напишу вам. Через две недели. Но вопросы решить нужно до 10 июня. Потому что 10 июня я уезжаю в деревню и буду там до 10 октября. А оттуда связь плохая. Совсем нету почти. Я понял вас. Да, то есть по скайпу я не выхожу уже ни на кого. Там большие деньги платить надо и прерывается. Хорошо, я вас понял. Все тогда с Богом. Отходим. До свидания. Так, ждите. Я сейчас вам скину материалы. Хорошо. Да, как ко мне подходить нужно будет там это... Да, намного скину. Главное, это обрадобрите и там увидите оглавление идет к истинному православию книга. И вы любое откройте, ткните только и все будет вам понятно. И там и про католиков, и про все. С Богом. Хорошо. С Богом. Спасибо. Аллилуйя. Мы говорим «Спаси Христос», не «Спасибо». «Спаси Христос». О, молодец. Ну и все, однако.